В день Рождества Пресвятой Богородицы свой престольный праздник отметил Нижний Храм Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Праздник Рождества Божьей Матери. И сегодня мы приходим в Святой Храм для того, чтобы отпраздновать это событие. И как подобает приходить на день рождения, мы должны прийти с подарками к Матери Божьей. До нее подарками, такими должны быть наше чистое сердце, наша вера и наша жизнь к Господу. Праздничную божественную литургию совершил в сослужении духовенства благочины Севастопольского округа протеерез Сергий Халюта. Издавна на Руси ни одно важное дело не начинали без молитвы к Царице Небесной. Немало исторических фактов спасения русского народа от нашествия врагов, голода, пожаров, эпидемии связано с заступничеством Божьей Матери. Именно в праздник Рождества Пресвятой Богородицы русские войска одержали победу в Куликовской битве. По молитвам перед Владимирской иконой Божьей Матери совершилось изгнание с русских земель Махмед Гирея, хана Ахмата и Тамерлана. Перед Казанской иконой Богородицы накануне Полтавской битвы молился Петр Великий с воинством. В 1812 году казанский образ Божьей Матери осенял русских солдат, отразивших французское нашествие. В помощь Пресвятой Богородицы православные во все времена верили так же крепко, как ребенок, в защиту своей матери. И сегодня, обращаясь с молитвой к Царице Небесной, люди просят о самом важном для себя. Благополучие семье и стране нашей благополучия. Я в первую очередь прошу, это в первую очередь, у меня дочь крещеная, чтобы она поистине пришла к Богу. Она понимает все, но... Благополучие семьи, страны и дочери моей. По окончании богослужения вокруг собора был совершен крестный ход. Господи благослови, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, Пресс-служба Севастопольского благочиния. Специально для программы «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова